Добрый день! В эфире спецвыпуск ЗАМАН, посвященный гражданской блокаде Крыма. В полдень лидеры крымских татар объявили о начале бессрочной акции по блокированию грузового транспорта. Участники акции перекрыли дорогу, они перемещаются с одной обочины на другую и пропускают только легковые автомобили и микроавтобусы. В спокойствии участников блокады охраняют местные правоохранители и бойцы батальона Херсон. 18 патрулей ГАИ дежурят на въезде и выезде из области. Организаторы некоторое время назад приняли решение все-таки пропускать пустые фуры. На пункте Чонгар произошел конфликт между дальнобойщиком и представителями правого сектора. Сейчас с нами на связи наш корреспондент Гульсум Халилова с подробностями происшествия. Гульсум, вы в эфире. Продолжаем выпуск. На пропускном пункте Каланчак собралось уже более 250 фур. Сегодня до полудня на территорию временно аннексированного Крыма проехало около 30 фур. Ночью проехало 80. Сейчас грузовики стоят. Возвращаться обратно не намерены. Водители утверждают, за растамушку уплачено заранее. И чтобы проехать, они ждут своей очереди уже третьи сутки. А на административном пункте Чаплынка в очереди стоит более 200 фур. Два грузовика с арбузами развернулись и уехали обратно в Украину. Об этом сообщают наши корреспонденты. Подробнее о ситуации на этих пропускных пунктах узнаете в Замане в 17.30. Организаторы блокады выдвинули ряд требований к российским властям. В частности, освобождение украинских политзаключенных, прекращение преследования крымских татар, свободные условия работы для украинских СМИ и иностранных журналистов, а также снятие запрета на въезд в Крым Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову. В Крыму к зданию Сим-Сити Транс, где ранее располагался телеканал АТР, подъехала группа молодых людей, порядка 20 человек. Они развесили плакаты на забор и бросали яйца в портреты организаторов гражданской блокады. Установили российский и крымско-татарский флаг и сожгли флаг Соединенных Штатов Америки. И так будет со всеми недругами, которые враждебны по отношению к нашей родине. Мы все прекрасно понимаем, что Крым от этого не умрет с голоду. Финансовых потерь у нас не будет, больше будет потерь низкие Украина. Наша корреспондентка Гульсум Халилова, которая находится на пропускном пункте Чангар, вышла на связь. Гульсум, вы в эфире. Здравствуйте, Эльдар. Акция на пропускном пункте Чангар продолжается. Фур здесь практически нет. Меджлис все-таки решил пропускать пустые фуры, которые возвращаются из Крыма. Машины все же останавливают и проверяют. Бывают и конфликтные ситуации. Одного из водителей фуры, который возвращался из Крыма, попросили открыть машину и показать содержимое и документы, на что водитель отреагировал очень по-хамски. Представители батальонов пригласили его на разговор, после чего он извинился перед митингующими. Предлагаю посмотреть, как это происходило. Я хочу, чтобы ты не водил. Я ничего не вожу. Я езжу на своей машине. Это личный трой. Не, не, не. Ты знаешь, кому ля-ля говорит? Слышь, ля-ля. Мужчина, вы откуда? Я с Донецка. Донецка? А что вы здесь делаете? Я отдыхал в Ялке. Да вы что? Вопросы не делаете. Приехал. Я сказал, приехал. Командир батальона правого сектора. Вопросы. Пятьсотный. Пусть посидит, позагорает здесь. Отдохнет. А потом я посмотрю, уже, может, и пропустим. Я сидите, пожалуйста. Я погрячился. Извините, пожалуйста. Можно я? Мы остаемся на месте и продолжаем следить за ситуацией. Гульсум. Продолжаем выпуск. Провокацию дома Мустафы Джемилева в Крыму. Ее сегодня около 9 утра совершило несколько десятков молодых людей, подъехавших к дому лидера крымско-атарского народа в Бахчисарае. Все подробности в сюжете. Жена лидера крымско-атарского народа, Мустафу Джемилева, Сафинар Ханум, рассказывает, около 9 утра она сидела на кухне и пила чай. Вдруг услышала звук сирены. Выглянула в окно. Там увидела несколько десятков молодых людей, которые пикетировали ее дом. Один из них был с мегафоном в руках. Он кричал, что в этом доме живет предатель крымско-атарского народа. Главарь этой вот этой банды стал рассказывать всем в рупор, чтобы услыхали все соседи, что какой Джемилев плохой, что он предатель, и что вот у него даже асфальт рядом возле его дома, и что его надо схватить и выкинуть на обочину. Молодые ребята приехали с плакатами, на которых был изображен Мустафа Джемилев. Они повесили их на ворота дома. Плакаты свернули только после того, как их сняла съемочная группа одного из российских телеканалов. После этого началась небольшая театрализованная сцена, и поставили потом мальчишку, который держал в руках картонку. На картонке было изображено только лицо Мустафы Джемилева. Они этим самым, видать, хотели показать, ну, вернее, сценически так выразить, что это Мустафа Ага. Поставили мальчишку. Он так лицо свое прикрыл этой картонкой. И, значит, этот с мегафона призвал, говорит, давайте мы этого нехорошего человечка обкидаем яйцами. И они начали все кидать эти яйца. Самое интересное, что вот в лицо никто не попал, но мальчишка весь был обкидан этими же яйцами. На крик и шум сбежали соседи. Мустафу Джемилеву в Крым не пускают. Это весь народ крымско-татарский знает, начиная с первоклассника. А они не в курсе, видимо, этого. Пришли его дом, значит, пикетировать. Здесь только жена его живет. А что, женщины пришли бороться? Или с самим домом за Шикатурином? Или с этой асфальтированной улицей, по которой ходят люди вот этой улицы 6-го микрорайона? Я вообще не понимаю, что это означает. Было, конечно, это просто смешно, если честно, потому что люди показывают свою глупость. И если среди них были крымские татары, сразу хочу сказать, их было единицы. Среди них были славянские люди тоже. Сафинар Джемилева рассказывает, пыталась вызвать полицию, но безрезультатно. Она приехала сразу после того, как молодые люди уехали. Полиция опросила свидетелей. Был составлен протокол. Стала звонить в милицию, пока они там выступали. Милиция трубку не берет. Слышит мой голос и кладут трубку. Милиция пришла только после того, когда все они разошлись, все уехали и стали у меня брать дознание. Сафинар Ханум отмечает, ничего не боится и из родного дома и земли уезжать не собирается. Ну, я считаю, это мой дом, это моя родина. И никто не имеет права меня отсюда выгонять. На этом пока все. Следующий спецвыпуск «Заман» в 17.30. Оставайтесь с нами.